Этого момента здесь ждали почти 4 года. Так получилось, что подключение дома к газу стало подарком в день рождения. Титулеонтьевичу в ноябре исполнилось 89 лет. И хотя здоровье уже не то, память его не подводит. Годы войны оставили неизгладимый след. Брата забрали, вот лошадь тебе, вот косилка и коси. А я говорю, ну я кру, сделаю, а дальше у меня силы не хватает. Дом, в котором бы Титулеонтьевич мог спокойно провести старость, купили для него дети. Вот только когда встал вопрос о газификации, столкнулись, как им казалось, с неразрешимой проблемой. И получилось, что 2,5 года практически ничего не делалось. У нас в семье ветеран отечественной войны, и инвалиды были. И учитывая, что они немощные, и нужно было за ними осуществлять уход и надзор, газ был просто необходим. Сама система газификации, она настолько сложна и запутана для обычного потребителя, что понять эту систему и логику всех этих перемещений невозможно. Несколько лет прошли в переписках и хождениях по инстанции. Дело сдвинулось с мертвой точки только после обращения к депутату муниципального совета. Волокит – это та бумажная составляющая, которая, например, для старшего поколения очень тяжело понятна. Для любого поколения? Для любого. Поэтому, наверное, и задача, как депутата, либо кто сидит на приеме, насколько это возможно, стараться разъяснить, что за чем должно быть. Еще в прошлом году в это время жить в доме было невозможным, холодным. Теперь же день рождения Тита Леонтьевича отпразднуют здесь, в семейном кругу. Будем надеяться, что сейчас ему будет проще, нам не нужно будет его увозить на зиму в город, чтобы он не замерз. Поэтому большое спасибо всем, кто нам помогал. Власта Царева, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.